Вис на турнике – одно из самых доступных и популярных упражнений. Согласно бытующему мнению, оно положительно влияет на позвоночник и развивает хват и силу рук. К тому же многие уверены, что регулярные занятия на перекладине способны сделать человека немного выше. В этом видео мы расскажем о том, что произойдет с телом, если висеть на турнике каждый день. Так что досматривайте до конца, будет познавательно. Вис на турнике, как и любое упражнение, можно осваивать самых азов. Не обязательно выполнять какие-то нормативы или устанавливать мировой рекорд по вису на турнике. Даже ежедневное висение в течение минуты дает колоссальную пользу. И спасибо вам скажет в первую очередь позвоночник. Здоровый позвоночник. Упражнение вис на турнике полезно выполнять в целях превенции любых заболеваний позвоночного столба. Таким образом, польза для позвоночника заключается в укреплении мышечного корсета, улучшении осанки, нормализация кровообращения в позвонках, снятие нагрузки с межпозвоночных дисков, устранение боли в разных отделах позвоночного столба, улучшении гибкости спины и стабилизации корректного расположения позвонков. Висение на турнике не только лечит уже имеющиеся заболевания, но и предупреждает возможное. Особенно это актуально для лиц с сидячим образом жизни. Упражнения на перекладине неоценимы при остеохондрозе, кифозе, лордозе, а также ишемии межпозвоночных дисков. Вис на турнике при остеохондрозе ослабляет нагрузку на позвоночник, предупреждает смещение позвонков и уменьшает болевые ощущения. Висение на турнике при сколиозе исправляют имеющееся искривление, улучшает состояние межпозвоночных дисков и устраняет компрессию нервных окончаний. Крепкие мышцы и прибавка в росте. Какие мышцы задействованы при висении на перекладине? Да самые разные. Проработать мышцы груди и спины можно всего лишь изменив хват. Вис с поднятием ног укрепит пресс, а с подтягиванием руки. Полезно висеть на турнике и для роста, особенно это касается подростков, у которых межпозвоночные суставы откликаются на растягивание. Минутное висение на перекладине также способно бороться с нарушениями в обмене веществ, работе центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Висение на перекладине может стать отличным мониторингом вашего общего физического состояния. К примеру, если вы висите на время, то недостижение своего собственного результата может говорить о каких-то проблемах. Что произойдет, если каждый день висеть на турнике вниз головой? Надоело висеть привычным образом, пора осваивать висение вниз головой на турнике. Для правильного его выполнения понадобятся инверсионные ботинки. Они представляют собой кожаный или металлический каркас снаружи и крепятся на каждую голень. В середине ботинки имеют плотный поролон, также они оснащены крюком, которым необходимо цепляться за перекладину. Для выполнения элемента необходимо прижать руки груди или вытянуть их вниз и максимально расслабить позвоночник. Новичку висеть так можно не более 20 секунд, но даже за это время можно получить огромную пользу, заключающуюся в снятие болевых ощущений в грудном и шейном отделах, улучшение кровообращения, повышение умственной работы, расслабление мышечных тканей, разгрузке и выпрямлении позвоночного столба. В дальнейшем выполнение упражнения можно увеличивать. Если обычный вис и висение вниз головой уже наскучили и стали казаться легкими, можно добавить дополнительные упражнения. Их можно подразделить на элементы с подъемом ног и элементы с разной постановкой рук. Подъем ног и колен. Поднимание ног представляет собой скручивание позвоночного столба со сгибанием в тазобедренном суставе. Зачастую добавляется сгибание и в коленном суставе. Главная цель такого упражнения – проработка прямой мышцы живота. При втягивании живота в работу включаются поперечные мышцы живота, а при ротации наверху от плеча к плечу – косые. Кроме того, в динамике работают и другие мышцы – предплечья, широчайшие и ромбовидные, бицепсы и квадрицепсы бедер, прямая мышца спины. Укрепить пресс можно и путем подвода колен к груди, но это движение должно происходить не за счет забрасывания ног наверх, а за счет сокращения пресса. Для задействования косых мышц пресса нужно осуществлять скручивание в висе поднятых колен от одного плеча к другому. Усложненным вариантом подъема ног является подъем носок до перекладины. В этом случае сначала нужно довести таз к ребрам за счет силы пресса, а затем довести носки до перекладины путем вращения плечами. Еще один усложненный вариант для продвинутых – вис на одной руке. Освоить элемент можно ради спортивного интереса, а вот для акробатов или скалолазов упражнение является необходимым элементом. Также такая тренировка способна увеличить силу рук до нереальных показателей. Обычное висение на перекладине несет такую же пользу, как подтягивание на турнике, брусьях или кольцах. Но вот выполнять его гораздо легче. Если вас не устраивает состояние позвоночника, пресса, силы рук или рельефа спины, если вы испытываете гиподинамию и недовольны своим ростом, то пора освоить этот несложный элемент. А вы включаете вис на перекладине в свой тренировочный процесс? Поделитесь своим опытом в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали о том, как натурально ускорить метаболизм. Оно появится у вас на экране, а также ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!